В память о крупнейшем массовом уничтожении евреев в оккупированной Латвии сегодня во многих местах страны горят свечи. В Румбульском лесу 30 ноября и 8 декабря были убиты 25 тысяч евреев. Вспоминали их и в Риге. 12 колонн по тысяче евреев в каждой достигают Румбулы, где немецкие и латышские спецотряды ведут их к месту убийства. По пути забирают вещи, одежду и обувь. Кто-то из приговоренных к смерти молится, кто-то плачет. А кто-то крепко держит своего ребенка. Это реальность 1941 года. 80 лет назад здесь, в Румбульском лесу, массово убили заключенных из Рижского гетто евреев. Это была беда тройная. И беда латышского народа, и беда Израиля, как мы говорим. Правда, он существовал, но еще не было как государство. И беда евреев в Латвии, которые здесь жили. Потому что были уничтожены здесь 25 тысяч на Румбулы лежат. Только за то, что они были евреи. Независимо от того, что там женщина, мужчина, старики. У меня тут около 30 моих родственников лежат. В то время мне было 8 лет. Уже я старый практически. И поэтому мы с последним эшелоном отсюда уехали из Латвии, из Риги. Ну, с мамой, с родителями. Уехали отсюда в Узбекистан. Мы туда уехали 12 человек. Мы только с мамой вдвоем вернулись. А здесь осталось около 30 наших родственников, которые все погибли здесь. Вот дедушки, бабушки, все остальные погибли здесь, на Румбуле. Для нас это очень важный день. И что важно в этот день, что вечером около памятника свободы будут зажигать свечи. И это все организовал музей Жанни Салибки. То есть для меня очень важно, что именно латышская часть нашего населения сама проявила инициативу. Не только община собирает 30 ноября, а 4 июля около сожженные синагоги в памятные даты. Но и само население, люди хотят в этот день быть причастными. И это для нас большое счастье и радость. Мы не одни. Для создания Рижского гетто нацистские оккупационные власти выделили территорию в московском Форштадте. К концу октября 1941 года там было поселено около 30 тысяч евреев. Вокруг была выставлена охрана. Евреев изолировали от остального населения Риги и использовали на принудительных работах. Даже сегодня необузданное зло является абсолютной и суровой реальностью. Мы верили, что нетерпимость, агрессия, расизм и ненависть, разжигаемые на национальном уровне, остались в прошлом. Но зверства и жестокие военные преступления России в Украине свидетельствуют об обратном. Война в Украине показывает, как важно не быть равнодушным к нашему прошлому. И показывает, что наша свобода и независимость – это такие хрупкие вещи, которые мы все вместе должны регулярно отстаивать. И тогда, и сейчас мы видим, что зло можно победить, только если мы все вместе выступим против него. Склоним головы перед вечной памятью жертв, перед всеми нашими. Всего во время Второй мировой войны в Латвии были убиты около 70 тысяч латышских евреев и около 20 тысяч депортированных из других стран. Сегодня возле памятника свободы до 10 часов вечера в память о погибших можно зажечь свечу. Юлия Бите, Иван Смиловс, РУСЛСМ